Всем привет, с вами Саня. Сегодня в этом видео речь пойдет о новых видеокартах NVIDIA RTX 3000 серии. Ну, 30-е, 3000-е, короче, без разницы. Технология Ампер уже, там 8 нанометров, туда-сюда. Совершенно уже новые, короче, карточки, которые еще пока нигде не засветились. Ожидалось, то есть до этого, что они дебютируют 17 сентября. Но на ресурсе overclocking.com появилось там ряд таких информаций. Ряд таких слухов, как бы, насколько это правдиво, правдоподобно, бог его знает, но хотелось бы верить. Так как, конечно, никто не ринется сразу. Ну, не, ну, конечно, некоторые ринутся покупать сразу эту 3000 серию, но для чего это и чем это хорошо будет? Потому что с выходом новых видеокарт, как бы, старые, надо куда-то девать, распродавать туда-сюда, понизится цена. И, в общем, такие вот дела. Короче, ожидается, что в августе уже, возможно, они будут дебютируют, начнут продаваться, либо их только там как-то где-то что-то в индивидуальных партиях будут продавать. Это еще пока под вопросом, но ориентировочно, что в сентябре уже можно будет как-то ее выкупить. Короче, не только это я хотел рассказать. Еще, как бы, тут пару моментов таких, что будет 8 нанометров вместо 7 нанометров. Будут производиться они силами Самсунга, короче, эти все. То есть, вот такая вот есть статейка. Ну, это основные такие моменты. Еще то, что 3080 окажется на 20% мощнее, чем 2080 Ti. Это, как бы, хорошо. Да, некоторые могут сказать, что, типа, там, это не совсем, то есть, те мощности, которые... Ну, цена будет вообще, там, нормальная, как обычно. То есть, ну, смысл в том, что 20% мощности, это, на самом деле, очень высокий прирост, высокий. И, как бы, вообще технологии скоро, наверное, достигнут своего какого-то пика, апогея. То есть, так технологии, как раньше, развиваться уже не могут. Чисто из-за, вообще, особенностей самого материала, полупроводников, отвода тепла. То есть, должна произойти какая-то плюс-минус революция, что-то, какая-то технология, чтобы это все дело ускорилось. То есть, чтобы нарост был производительности, там, разами, то есть, кратами. То есть, 2 в 4 раза. То есть, сейчас уже такого это недопустимо, потому что технология близится к 1 нанометру. То есть, вообще считается, что пик, то есть, развития, то есть, дальше, чем 1 нанометр, развиваться невозможно, потому что уже сам, там, уже, там, с размерами атома связано, то есть, энергетических уровней, туда-сюда. То есть, особенности самого полупроводникового, то есть, этого транзистора, блин, как бы, так скажем. Не то же полупроводникового транзистора, а вообще особенности самого транзистора. так вот вызваны этим, поэтому производительность будет расти уже 5-10%, но это будет все равно сказываться очень хорошо в играх и во всем остальном, потому что игры тоже будут становиться требовательными и т.д. и т.п. В общем, что я хотел сказать будем ждать выхода RTX, может что-то интересненькое завезут по плану цен, может что-то пойдет на скидки, но пока рано что-то, мне кажется, что надо хотя бы каких-то месяцев 3-4, тогда что-то уже отразится, что-то весомо можно будет уже что-то по себе подбирать, смотреть, анализировать рынок и я думаю, что через месяца 2 можно спокойно уже начинать анализировать рынок, какие-то подвижки уже должны быть, если вы хотите покупать видеокарту, то лучше подождать, а еще я вам советую лучше подождать реально 3-4 месяца, тогда уже еще 4000-ая серия райзенов выйдет и тогда можно просто обновить, тогда вообще можно целиком весь ком. В общем, спасибо всем за внимание, с вами был Саня, всем удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!